Всем большой привет! Я наконец-то собралась с мыслями на самую сложную для меня тему. Это мои фавориты 2018 года в декоративной косметике. Девочки часто спрашивают, но дело в том, что у меня так много косметики и 50 продуктов закончилось, которые я в пустых баночках выкинула. И поэтому очень сложно было вспомнить то, что мне нравилось из того, что я уже выкинула и из того, что осталось. Но я решила все-таки, поглядев на свою косметику, взять то, что последнее время это первое, к чему у меня потянулась рука. То есть получается это то, что я бы выделила в конце года все-таки в своем арсенале в большом. Самое сложное это было тени и помады, потому что этого количества у меня достаточно, этих продуктов. Ну и тут у меня руки, конечно, чесались. В тенях я не расслабилась, дала себе волю. А вот в помадах я молодец, я ограничилась одной помадой и одним карандашом. Хотя на самом деле у меня очень много замечательных помад и по текстуре, и по нанесению, и по носке. Но я решила все-таки, как-то, вы знаете, на одной линейке ограничиться, чтобы что-то вам сказать конкретное. Давайте начнем с тональной основы. У меня такая, знаете, как бы для многих проблема, но для меня это огромный плюс. У меня беспроблемная кожа, она у меня нормальная. Летом склонная к жирности, зимой склонна к сухости. Но эта склонность, вы знаете, плюс-минус там один-два деления. То есть в целом моя кожа нормальная, вы это видите. Единственная на ней проблема – это возрастные морщинки. И вот есть вот здесь вот небольшие пигментные пятна. Но к типу кожи это не относится. Поэтому корректор. Ах, не взяла я от NYX корректор, палетку корректоров, которую показываю каждую косметичку. Но решила начать все-таки с тональной основы, которая последнее время у меня в косметичке находится. И вообще тональной основы, ну вот я сейчас Makeup Forever покажу вам, но на самом деле почти все тональные основы мне подходят. Ну потому что у меня нормальная кожа, нет каких-то, знаете, таких явных проблем, чтобы поры, если ярко выраженные, что они там закупориваются. Если у меня шелушение тональное подчеркивает, у меня ничего этого нет. Поэтому, как говорится, под лицо все к лицу. Но мне реально многое подходит. Поэтому последнее время пользуюсь вот этой тональной основой. Она мне нравится. Почему взяла именно ее? Сегодня она у меня на лице. И как бы сегодня мое лицо будет подтверждать то, что я показываю. Я не знаю, тут оттенок наверняка есть. Давайте я вот так покажу. У меня кожа с бежево-желтоватым подтоном. Мне много чего подходит. Я стараюсь, конечно, с розовым подтоном не брать. Но если вдруг я наношу тональник с розовым подтоном, в принципе, он тоже работает на мне неплохо. Главное, чтобы, знаете, вот досюда не наносить, чтобы с шеей как-то гармонировало следить за этим. Ну и за ушами, конечно. В общем, замечательная вот эта тональная основа. Она в меру жидкая. Она не перекроет так, чтобы маской легло. Вообще, я стараюсь такие тональные средства, которые ложатся маской, не использовать. Это преимущество, наверное, молодой кожи. Морщинки, они подчеркивают такие средства плотные. Поэтому я стараюсь такие более легкие текстуры. Но в отношении консилера я все-таки взяла плотную текстуру, потому что у меня ярко выраженные темные подглазины. У меня порой даже не синие, а не аж какие-то темно-синие подглазины. Сегодня я их тщательно маскировала, вот, кстати, тем корректором от NYX. И вот этим вот консилером. Он очень плотный. Это Revolution. Так, оттенок C2. Именно у меня. Очень много у меня подарков. Я уже не буду сейчас сосредотачиваться от кого они. Мария, которая живет в Германии, она сравнивала вот этот консилер от Revolution с консилером от Catrice Camouflage. По текстуре у меня камуфляж нет, но я ходила в магазин, тестировала. Действительно, они идентичны. Очень похожи. И если есть что маскировать, то можете брать либо вот этот консилер, либо от камуфляж. Опять же, у меня кожа нормальная. Поэтому очень сложно советовать, чтобы потом меня не обвинили, что вот ты насоветовала, а у меня там морщинки подсушило, там кожу подсушило, морщинки выделились. То есть, да, какие-то проблемы, если. Далее. А дальше давайте посмотрим пудры. Вот с пудрами, опять же, та же самая ситуация. Последнее время я использую от Faberlic две пудры. Одна увлажняющая пудра Triumph. Вот в этих вот пузырях. Она, знаете, вот у меня сейчас всех активнее идет. Она у меня даже в проекте Project Pen. Она достаточно плотная. Плотная, ее нужно наносить плотной кистью. Но она припудривает лицо, и ее вообще не видно на лице. Вот даже вы переборщите, ее вообще не видно на лице. Поэтому, знаете, она как бы на четверку по своей текстуре, так как отдача не такая яркая, не так она хорошо отдает продукт. Но вот по действию на лице она мне нравится. Она не делает блином лицо, но при этом она вот как-то вот мягко ложится, не сушит вообще кожу. Понравилось. Хотя сам вот этот пузырь мне упаковка вообще не нравится. У Faberlic вот в этих вот пудрах. И вторая пудра для лица «Звездный выход». 63-14 у меня артикул. Вот эта пудра, она Faberlic в дорогой линейке идет. Мне кажется, она даже со скидкой по каталогу рублей 700. Можно ловить, конечно, дешевле, но она достаточно дорогая. Видите, она уже продукт хорошо отдает. Ее нужно легкой кистью наносить. Тут наверняка есть какой-нибудь спонж. Да, есть. Вот, я им даже когда-то, видите, пользовалась, но уже не помню, как он работает. Он даже так одевается на пальчики. Но я пользуюсь только пушистой кистью, и кисть работает хорошо. Едва дотрагиваешься, легко наносится, и поэтому она достаточно экономно используется, потому что прямо вот три раза махнул кистью, и все, и вы припудрены. Далее. Пришли снова матовые, и они тоже хорошего качества. Я нанесу, покажу. Прекрасно ложится, прекрасно носится. Мои губы не сушит. Но когда уже, знаете, остается один пигмент, любой бальзамчик наносите сверху, и макияж губ какой-то обновленный сразу. Вообще без проблем ложится, никуда не затекает, никуда не распределяется. Вот на моих губах, вот как нанесла, я теперь без проблем. И кофе попила, и вот прекрасно, вообще прекрасно. 212 лично этот оттенок. И я старалась брать такие продукты, о которых я под своими роликами не слышала негатива. У меня были помады, которые мне хотелось взять в проект, ну вот в этот вот, по крайней мере, в фавориты. Но на них были все-таки у девочек что-то там негативное, кому-то что-то не понравилось, поэтому я их решила убрать. И карандаш для губ, который вы часто у меня видели. Ну что-то куда-то у меня убежало. Это в 70-м оттенке, вот этот карандаш. Я не могу найти эти карандаши в продаже сейчас. Написано, сделано в Германии, но девочки говорят, на самом деле это сделано в России. И тут такой классный оттенок. Наношу полностью вот так на все губы, как матовую помаду. Он шикарно сидит, он шикарно носится, он вообще беспроблемный. Настолько хороший карандаш. Прямо нравится. Оттенок исключительный. И под нюдовым макияжем, и под ярким макияжем оба эти средства, они прямо вот нейтральные и красивые. Румяна, хайлайтер и скульптор. Это бронзер. Сейчас скажу, что бронзер, наверное, я взяла. Пудра скульптор. Скульптор я взяла. Бронзер не брала вообще. Румяна долго думала. У меня много на самом деле фаворитов. Если честно, у меня даже есть фаворит Вейван. Румяна в оттенке какая-то там слива. Но взяла я сейчас от Катрис вот эту вот палетку. Блаж. Видно название. Оттенок 10. У Катрис единственное не все в постоянной линейке. Очень много лимиток разных. Вот такая вот палетка. У них их было 2 или 3 оттенка. 2 точно. У меня очень-очень впечатлил именно этот. С одной стороны едва заметный на щеках. Не переборщите. Но с другой стороны, если вот пользоваться с краев, можно сделать замечательный румянец. Нежный, красивый, натуральный. Даже если вы вообще не умеете наносить румяна с этой палеткой, вы нанесете красивые, прямо вот такие необходимые румяна. Может быть на розовый, на коже с розовым подтоном будет не так. Может быть не так на жирной коже. Я говорю исключительно о своих впечатлениях на моей коже. С бежево-желтоватым подтоном. Хайлайтер и скульптор Релуи. От белорусской косметики. Это самые лучшие оказались у меня продукты. Это продукты, которые... Они не то, что самые лучшие. Хайлайтеров много у меня замечательных. И от Wet n Wild, и от Revolution. Замечательные хайлайтеры есть. Последние хайлайтеры такие необычные. От Beauty Boom, как-то так называется. Но именно этот хайлайтер на все случаи жизни. Вот хоть в пир, хоть в мир. Умеете пользоваться, не умеете пользоваться. Нанесли и пошли. Вот сегодня он у меня и на спинке носа, и на скулах. Скульптор. Скульптор вообще прямо беспроблемный. Наносится замечательно. Носится хорошо. Если вы его переборщили, пудрой немножко сверху покрыли лицо, и он распределился, все замечательно. Это вообще прекрасный продукт. Это не только мой мастхеф оказался 2018 года. У многих девочек тоже эти продукты я видела в фаворитах. И хайлайтер. Хайлайтер выглядит вот так. Сейчас попробую нанести. Видите, он и сияние хорошее дает. Но и при этом оно достаточно деликатное. Вы можете его распределить так, что будет едва заметно. Сегодня я его нанесла везде, где можно. Он у меня даже на лбу, на подбородке, над верхней губой. То есть я сегодня блестю полностью, чтобы показать продукты в деле. Моя камера съедает, да. Девочки многие ругают мою камеру, что она съедает макияж. На самом деле у меня сейчас очень яркий макияж. То есть я с ним на улицу не пойду. Но тем не менее камера его почти съела. Если вот это все на три тона затемнить, вот так я выгляжу. Далее давайте я вам покажу. Я все пытаюсь издалека, да. Я теней боюсь на самом деле. Их так много. Туши. Сыворотка. Сыворотка всех времен и народов. От Эвелин. 8 в 1. Они бывают разные. Я другие еще не пробовала. Пробовала вот эту с синей крышкой. Она прекрасная. Она любую тушь. Даже самую непутевую. Сделает отличную. Мне кажется, у меня подросли даже ресницы. Они стали длиннее. Не знаю, вам видно или нет. Мои ресницы, мне кажется, стали длиннее. Я вот фанфары бью именно этой сыворотки. Тушь, которая в последнее время тянулась рука, это от Фаберлик. Туши мне мало, которые делают ресницы вау. Но с сывороткой, как я вам сказала, они даже похожи друг на дружку становятся. Вот такая щетка у этой туши. Ей свойственно быстренько засыхать, застывать. Кто-то разбавляет коплями для глаз. Но тушь это замечательно. Это Фаберлик. Артикул 5598. Замечательная тушь. Она у меня сейчас на ресницах, на моих коротеньких прямых. И вот такой результат. Не знаю, насколько вам видно. Но она у меня есть. Карандаш для бровей остался моим мастхевом от Ева Мозаик. Он у меня убавился. Это очень экономичный карандаш. Я его подтачиваю. Тут, кстати, есть, вот видите, щеточка с этой стороны. Я его подтачиваю не тогда, когда он закончился, а когда он замылился об тональные средства. Сам он вообще почти не убывает, не убавляется. Вот такой оттенок. Когда замыливается, он может не рисовать. Поэтому прям буквально, и вы даже не затачиваетесь, а просто в точилке чуть-чуть крутанули, либо бумажку потерли, чтобы как бы вот это вот снять верхний слой. И продолжаете использовать. Этому карандашу больше года. И вот как я вам сказала, что я его затачиваю редко. В основном тогда, когда он просто замыливается. Вообще классный карандаш. На бровях он у меня сегодня. Давайте я вам покажу карандаши для глаз. И потом закончим тенями. Потому что теней, я вам сказала, у меня всех больше. Карандаши для глаз. Хочу отметить от Ariflame. У меня всего два карандаша. Это линейка Giordani Gold. У меня в двух оттенках. В синим и коричневом. Это настолько беспроблемные карандаши. Любая стрелка с ними достаточно красивая. Мягко-мягко они рисуют. Легко наносятся даже на тени. Вот они вместе тут. Синий и коричневый. Вот даже я вам попробую на камеру показать. Видите? Прямо едва касаешься. И он легко рисует. Поэтому на любые тени, даже на кремовые, эти карандаши ложатся хорошо. Прямо очень понравились. Они дорогие в Ariflame. У меня-то это подарок. Но они стоят того. Взяла один карандаш от Diamant Avon. Это уже карандаши с блестками. Кто не любит с блестками, то обратите внимание, прошу, на Ariflame. А эти карандаши с блестками, они как прибитые, держатся на глазах. Блестки у этих карандашей не осыпаются. Сейчас я нанесу. Я даже нанесу жирненько, чтобы вам было видно, как и блестки блестят. И действие карандаша. Тоже ложится очень мягко на любые тени. Все карандаши от Diamant, они отличаются оттенком. Они по текстуре, по нанесению одинаковые, замечательные. Также я очень хочу похвалить карандаш от Avon Mark. Это гелевый карандаш. У меня лист шалфея. На самом деле у меня есть еще в серебряном оттенке и в темно-темно-синим. Это гелевые карандаши. Тоже я вам покажу. Давайте вот здесь. Он как по маслу ложится. Посмотрите, как красиво смотрится. Также на любые тени достаточно хорошо переносит, даже если дождь попадает, либо снежинки как-то капают. Вот гелевая текстура, он как-то вот... Но я бы не знаю, водостойкий он заявлен или нет. Вряд ли водостойкий. Но он, тем не менее, воду переносит более-менее хорошо. Подобный ему я постоянно показываю от Catrice вот этот вот карандаш. Оттенки... Тут Smokey Eyes. Оттенок 0.30. Мне очень нравится оттенок. Но у Catrice их нет. А по текстуре они очень похожи. Поэтому вот эта вот гелевая текстура, видите? Поэтому если нравится от Catrice, можно обратить внимание на гелевые карандаши от Mark Avon. Ну вот эти Catrice бы вернул. Может быть, кто-то знает, что есть вот подобные гелевые карандаши где-то вот в таких красивых оттенках. Напишите, потому что их многие ищут. И чтобы быть как бы... Не обидеть черные подводки. У меня их не так уж и много. Но вот весь год почти я пользовался от Revlon. Черной подводкой. Маркер. Ни разу не подвел. Прекрасно наносится. Идеально держится. И тонко, и жирно, и всяко. И вообще не сохнет. Вообще не сохнет. Сегодня он у меня тоже так прям по ресничному краю. Я не люблю делать стрелки. Мне кажется, они мне не идут. Вот столько у меня получилось мастхевов. Правда, я тут некоторые дублировала, чтобы показать вам. Но тем не менее. И переходим к теням. Если взять палетку, которую... Если я хочу сделать макияж без макияжа. Я хочу сделать нюдовый макияж. Легкий. Мне в помощь Essence. Палетка Вау. Ее, наверное, сейчас нет. У Essence. Но это палетка, которая действительно вау. Настолько тут классные оттенки. Настолько мне нравится макияж с ними. Особенно вот эти два оттенка, которые посерединке. Они очень-очень классные. Можно такой томный взгляд сделать. И при этом как будто макияжа нет. Отличная палетка. Essence. Молодцы. Это у них здорово получается. Так. Я сейчас, знаете, что сделаю? Я сотру сводчи. А то я чувствую, сейчас уже на ногах надо будет рисовать. Кончились у меня руки. Взяла я салфеточки. Следующие палетки, которые... Почему я выбрала? Мне очень много, особенно новинок последних, нравится в моей косметичке. И от Prada мне понравилась очень палетка. Мне очень понравилась от Murphy палетка, которую мне прислала Оксаночка. От Sleek шикарные палетки. У Faberlic замечательные палетки. Но от Faris это палетки, которые я купила все. То есть они мне понравились настолько, что я купила все шесть. Шесть, шесть. Все шесть палеток, которые существуют. Именно поэтому я решила вам показать эти палетки. Чем они интересны? Ну, я, конечно, своим постоянным зрителям уже прожужжала все уши. Они интересны тем, что оттенки у них... Я не все буду делать сводчи. Видите? Каждый рефил, он просто оригинален тем, что оттенков-то в каждом рефиле много. Если их смешивать, они дают такой красивый цвет. Вот даже, вот смотрите. Вы видите? Это же... Это очень красиво. И благодаря вот этой текстуре разноцветной, оттенок становится каким-то доухромным. Он всеми этими цветами и переливается. Так, сейчас я вам уж раз эту взяла палетку, так все и покажу. Второй и третий. Идеальное нанесение. Настолько красиво. Я вам сейчас показываю оттенок номер 6. Это палетка номер 6. Сегодня у меня на глазах тоже тени от Faris. Опять же, умножайте этот оттенок в три раза темнее. Настолько его будет видно. Это палетка номер 1. Вот эта. У меня на глазах сегодня. Сейчас я ее покажу поближе. Выглядит палетка вот так. Основной оттенок у меня вот этот оранжевый. Есть темные отсюда. Светлые есть вот отсюда. Достаточно ярко. Я буду сейчас снова смешивать все оттенки. Я не буду показывать каждый из каждого рефила отдельный цвет, потому что мы просидим очень долго. Это оттенки номер 1. Вот так вот они выглядят с этой стороны. Вот этот рыжий такой красивый. Видите, он у меня практически по всему подвижному веку нанесен. И остается много на пальцах. Так, сейчас салфеток надо много достать. Палеток Т6. И они не единственные. Следующая палеточка также от Фарес в оттенке 005. Вот такие оттенки уже. Тоже смотрите, вот этот синий крайний. Я вам сейчас его именно покажу в трех вариантах. Это вот этот крайний синий оттенок. Вы видите, какое чудо. Это больше, чем must have. Можно делать просто невероятную красоту. Крайний вот этот оттенок. Я их смешала именно вот в этом оттенке. И сейчас еще два оттенка тоже покажу вам поближе. Пальцы стараюсь быстро оттереть. И вот эти два оттенка. Вот они тут. То есть вот все пять нижних. Три и два. Это вот эта палетка. Палетка номер 05. Так, не будем задерживаться. Смотрим следующее. Следующая палетка 004. Тут я их сейчас все вместе покажу. Они такие, на первый взгляд, схожи между собой. В каждом рефиле по три грамма. Вот видите, они немножко схожи. Вот это очень красиво смотрится. Палетка на карих, на зеленых глазах. Так, вот они. Красота. Красота. Следующая яркая. Оттенок 003. Сейчас найдем. Откроем, посмотрим. Тут все три оттенка абсолютно разные. Прям три разных цвета. Далее. У меня мама болеет. Если вы слышите звуки, она кашляет. Она не может сдержаться. Кашель бьет. Вот такие оттенки. Это я голову сегодня красила. У меня тут немножко не промылась краска. И оттенки остаются еще. И последняя палетка в оттенке, наверное, 2. Да, 002. Такая красотуля. Зелено-голубая. Вот такая. И сейчас. Вот это первый цвет. Зелено-желтый. Он такой интересный. Видите, какой оттенок. Так, сейчас. Убираю. Так, куда вам нанести? Ну, вот так сделаем. Вот. Ну, красота же, да? И вот столько еще остается на пальцах. Но это еще не все. С тенями не все. Я ждам блестящее. Я люблю, чтобы блестело. Вообще, тени фарос. Я вам показала все шесть. У меня их, на самом деле, больше теней. От фирмы фарос. Просто хотелось именно вот эту линейку показать во всей красоте. Вот так вот их вместе, если. Как они выглядят. Все бы собрать в одну, знаете, вот большую палетку. Цены бы ей не было. Это, получается, как бы одна линейка. Да, вот как я вам показала. От Essence 1. Фарос 2. И хочу показать еще Color Pop. Вот в таких вот баночках. Я покажу вам один какой-нибудь или два оттенка. У меня, на самом деле, пять баночек. Но по текстуре вы поймете, как они выглядят. Такая муссовая текстура. Очень приятная. Вот так. Ну, я сейчас, наверное, знаете, как сделаю уже на другую руку, чтобы... Ну, вот видите, как они выглядят. Ну, давайте я по-быстрому попробую сейчас все три, которые взяла с собой, вам показать. Оттенки не буду показывать, потому что, если кому надо, они могут... Ну, вы можете найти эти тени в интернет, только в магазинах. В России они не продаются. Но их можно заказать. Color Pop продается. Из Америки его присылают. Вот тоже, видите, какая текстура. И цвет красивый. Вот они какие. Это те три, которые я принесла. У меня их пять. Они прямо светятся. Так нежно-нежно и красиво. То, что можно еще купить, но, насколько я знаю, Essence выводит из продажи в Улыбке Радуги, в Подружке, по-моему. Но везде, где представлен Essence, есть вот эти вот хромированные оттенки. У меня в оттенке 0.1. Это такой красивенный металлик. Сейчас я сразу нанесу. Вот он, последний. Это очень красивый оттенок. Прямо... Вот такой. Я в восторге от него. Кто-то мне там ругался, что слишком ярко. Куда вы оденете такие тени? Но они и созданы были, я так понимаю, наверное, к праздникам, да? Поэтому их сейчас уже быстренько Essence выводит. Но если есть желание купить, то надо это сделать успеть. Также у Essence металлизированные были металлики, вот в таких вот вариантах, в жидких. Они их уже вывели, но они были шикарными. 0.2 оттенок. Никуда, ни в какие складки не попадает. Никуда не забивается. Видите, они идентичные в чем-то. Вот он. Цвет приятный. На глазах прекрасно носится. Вот я вам говорю, весь день я хожу с ними и не переживаю, что у меня в какую-то складку тень попадет. И последняя палетка, которую я хочу показать, это действительно Must Have. Лерочка мне подарила от Kiko Milano. Это магнитные тени. Они интересны не просто цветом, но и посмотрите, какие они классные. Вот просто я вам сейчас покажу. Так трогаете, только дотрагивайтесь и ничего не убавляется, никуда не убывает. И вот так вы наносите. И тоже это все вот, это все сверкает, как снег на солнце. Вот такие вот блестяшечки. Но чтобы, видите, не только иметь яркость и блеск, я вам показала и нюдовую палеточку от Essence. На самом деле у меня либо яркое, либо нюдовое в макияже присутствует. Чаще нюдовое, но в любом случае акценты яркие я люблю делать. Либо в форме стрелки, либо на подвижное веко немножко. Ну, нравится. Но вы заветили, наверное, что помады чаще, если я даже вам показываю в обзорах, я беру нейтральные цвета губ. Поэтому макияж глаз уже тут полная фантазия. Я с помадами яркими не практикую. То есть только вот что-то такое нейтральное, нюдовое, либо мои губы только лучше. Это все, что я хотела вам показать. Надеюсь, мои фавориты вам понравились. Надеюсь, этот ролик тоже принес какую-то радость для тех, кто любит декоративную косметику. Ну, а те, кто любит путешествия, те, кто любит когда я показываю влоги, ну, ждем весны, потому что сейчас путешествовать холодно, особо идти некуда. Поэтому немножечко тут у меня простой. Спасибо всем, кто остается со мной, спасибо всем, кто ждет моих роликов, кто пишет добрые комментарии. Очень приятно. Всем приятного времени суток и всем пока! Пока!